В редакцию программы телезащитник обратилась инвалид первой группы Наталья Лобанова. В мае этого года женщина решила делать ремонт в прихожей и кухне, чтобы убрать в помещениях пороги, затрудняющие передвижение в инвалидном кресле. Одна из близких знакомых порекомендовала Наталье мастера на все руки. Она сказала, что он уже делал ремонт, что он хороший специалист и пригласила нам его для собеседования. Артем сказал, что он мастер широкого профиля, что он может делать абсолютно все, то есть отремонтировать квартиру, поменять пластиковые окна, заменить двери и так далее. Нас это устроило, потому что, ну, когда делает один человек, это очень удобно. Вот, кроме того, он сказал, что сделает это очень быстро, в течение двух недель, то есть это нас не обременяет. Поначалу все шло хорошо. Молодой человек активно делал замеры и расчеты, разбирал полы, обдирал стены. Даже помощника пригласил, а работа кипела. Все это время мы жили просто в нечеловеческих условиях, в пыли, в грязи, с разобранным полом, вот, без кухни абсолютно. И постепенно мы стали замечать, что делает он некачественно. Вот, он испортил двери, которые сказал, что сделать, то есть я хотела нанять человека, который профессионально сделает двери. Он меня просто уговорил, сказал, что я делаю, я знаю, я работал на мебельной фирме, я сам сделаю, это будет гораздо дешевле. Купил заготовки и стал прямо вот на грязном полу, в коридоре на цементе собирать эти двери. В общем, все испортил. Стал ставить, он не мог их поставить. То есть мне, то есть в итоге двери были испорчены. Пришлось мне нанимать другого человека и все по новой делать. Вот, пластиковое окно то же самое. Он нам поставил, вот, а когда пришли холода, вот сейчас мы уже увидели, что очень холодно дует. То есть мне пришлось опять нанимать людей, опять все переделывать. По мнению Натальи Лобановой, из того, что сделал молодой человек, все брак. При переборке полов не был уложен утеплитель. Вмешательство в электрику привело к тому, что половина выключателей и розеток перестала функционировать. Стены после дорогостоящего выравнивания так и остались кривыми. Хотя средств было затрачено немало. На ремонт ушли почти все сбережения двух инвалидов. Наталье и ее матери. По стоимости мы договорились так, что я ему даю авансами деньги во время ремонта. И по итогу, по итогу ремонта он приносит чеки, отчитывается. Вот, и так вот мы заканчиваем отношения. Я ему давала неоднократно деньги по его требованию. Вот, и когда вот я сказала, что у нас не устраивают качество, он бросил мне на стол все чеки. Вот, и ушел. Забрал инструмент и ушел. А когда я все пересчитала и посмотрела, оказалось, что деньги, которые я ему давала, и предоставленные чеки совершенно не соответствуют действительности. Разница составила более 70 тысяч рублей. Он согласился, вот, с тем, что мои требования о законе, и написал две расписки, вот, в том, что он обязуется возвратить вот эту разницу в деньгах, вот, по этим распискам. Вот, прошло, значит, эти расписки были написаны в июле месяцев, до 8 июля и 24 июля. Прошло достаточно много времени. Вот, срок второй расписки, возврата денег по расписке 30 июля. Деньги не были возвращены, вот, и, как бы, я теперь хотела бы подать исковое заявление в суд. Чтобы оказать помощь женщине, программа «Телезащитник» обратилась к профессионалам в Ассоциацию юристов России в Республике Хови. Наталья, конечно, можно вам помочь, и ваше исковое заявление, в принципе, содержит требования о, соответственно, выплате вам соответствующих денежных сумм, однако, это исковое заявление может быть дополнено требование о взыскании процентов за пользование денежными средствами. Кроме того, поскольку две расписки, одна с определенным сроком исполнения обязательства, да, который истек, соответственно, это лицо нарушило уже обязательства, и вы можете требовать проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами. Что касается второй расписки, здесь срок исполнения обязательств не определен. То есть, соответственно, вам необходимо направить требования об исполнении этого обязательства этому субъекту. То есть, соответственно, лучше письмом, сописью и уведомлением. После чего вы, если, соответственно, лицо не выплатит вам эти денежные средства, также можете включать уже войсковое заявление. Вопрос компенсации морального вреда в этой ситуации в данном случае будет отклонен, потому что не подлежит в этих взаимных отношениях компенсации морального вреда. Вот скажите, когда я направлю вот это требование Артему, сколько я должна ждать ответа? Эта расписка формально оформлена как договор купли-продажи. Поэтому, если исходить из этих отношений, то срок исполнения обязательств должен быть разумный. Насколько мне известно, вы писали смски, обменивались, и он тоже вам отвечал о том, что он готов вернуть там. То есть, этот разумный срок истек. Поэтому в течение 7 дней после, соответственно, предъявления этого требования, то есть, он должен, соответственно, исполнить это обязательство. По истечении этого 7-дневного срока будет считаться, что, соответственно, с его стороны есть нарушение. И вы также можете требовать проценты за неправомерную пользу на течение денежных средств. Эта ситуация, к сожалению, не единичная. Довольно много жалоб поступает от телезрителей, которые по незнанию попадают в неприятности. Ситуация с Натальей достаточно типична. То есть, и следует отметить о том, что многие проблемы можно было бы избежать, если бы соблюдались простые правила, которые предусмотрены гражданским кодексом. То есть, в данном случае, поскольку сделка была совершена между гражданами на сумму, превышающую 10 тысяч рублей, следовало оформить ее в простой письменной форме. В квартире Натальи проводились строительные работы, поэтому, конечно, уместно было составить грамотный договор, в котором были бы определены предмет договора, то есть, перечень всех тех видов работ, которые должен был бы выполнить подрядчик. Соответственно, сроки начальный и конечный. Желательно, конечно, по каждому виду работ, либо, если это речь идет в целом, то есть, о работах под ключ, то есть, начало работы, конец работы, цена, общая цена в договоре и по видам работ. Проще потом, в случае, если какие-то работы будут исполнены ненадлежащим образом, соответственно, предъявлять требования и рассчитывать неустойки. Безусловно, ответственность. Очень важно правильно оформлять документы, фиксировать события, которые происходят в отношениях между гражданами, хотя бы вот той распиской, которую составила Наталья, потому что под конец отношений фактически стороны пришли к изменению их отношений и фактически навировали их. То есть, когда отношения, которые возникли из договора подряда, фактически перетекли в заемные обязательства, то есть, и были составлены соответствующие расписки. Что касается первой расписки, Наталья оформила ее с указанием определенного срока до 30 сентября. И это очень хорошо. Расписка с определенным сроком предполагает о том, что обязательство должно быть исполнено в этот срок. Соответственно, если бы не был определен срок, тогда следовало руководствоваться нормами статьи 810 Гражданского кодекса, в соответствии с которой, в случае, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщикам в течение 30 дней и не за дня предъявления взаимодавцам требований. Если мы говорим о, соответственно, второй расписке, как было оформлено у Натали, то там фактически отношения были оформлены как купля-продажа окна, и, соответственно, за нее обязалось лицо уплатить определенную сумму. Но также не был указан срок. Поэтому в данном случае применяются нормы статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые определяют, что обязательство должно быть исполнено в определенный срок. Если обязательство не позволяет определить его срок, то оно должно быть исполнено в разумный срок. В ее случае, поскольку срок не был предусмотрен, необходимо было направить, соответственно, требование об исполнении обязательства и по истечении 7-дневного срока с момента получения должником этого документа, соответственно, было бы налицо просрочка со стороны, соответственно, должника. Неуказание в расписке процентов за пользование не лишает стороны возможности взыскать их. Если речь идет о сумме до 5000 рублей, то займ предполагается беспроцентным, если в самой расписке не указано иное. А поскольку речь шла о сумме свыше 5000 рублей, то есть в данном случае возможно взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами. В исковом заявлении можно будет указать сумму долга, которую должник не вернул Наталье, проценты по договору, которые, соответственно, также будут исчисляться по моменту исполнения обязательства, и проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами. В этом случае можно было бы опереться на следующий алгоритм. Пункт 1. Составление договора простой формы с указанием существенных условий, указанных в статье 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, включающих, как минимум, предмет договора. Пункт 2. Оформление актов, фиксирующих исполнение договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора обращаться за защитой нарушенных прав. Редакция программы «Телезащитник» ждет ваших писем и обращений по адресам, указанным на ваших экранах. Совместно с Ассоциацией юристов России в Республике Коми мы и дальше готовы разбираться в сложных ситуациях. Редактор субтитров А.Семкин